Добрый день, Украина! Здравствуй, Полтава! С вами я, Александр Демидович. Вадим, здоровайтесь! Сорока Вадим, депутат Киевской районной рады в Полтаве, глава фракции. Ну, Вадим сказал то, что я собирался сказать, ничего страшного, он представился. Депутат районной рады, Киевской районной рады в городе Полтавы. Информация к размышлению. Вадим Сорока, год рождения 1991, глава фракции и глава комиссии по вопросам экономической политики, планирования бюджета и финансов Киевского района в городе Полтава-Совета. Зачем мы сегодня встретились? Как обычно, поговорить, но сегодня я с Вадимом, я первый раз с ним воочию встретился, мы видимся с ним обычно в виртуальном пространстве, в соцсетях. Я все-таки хотел бы вам представить Вадима как депутата и задать ему вопрос, помните мой старый проект «Я как працюешь депутат?» Как вы работаете? Что у вас происходит в районной раде? Ваши успехи, достижения какие-то? И самый главный вопрос, на каком районе вы все-таки депутат? Где именно? Ну, смотрите, во-первых, как я сначала стал депутатом? Давайте попробуем. Скажу вам честно, что пригласил меня мой коллега за два месяца до выборов. Я не вкладывал ни копейки гривен в свои выборы. Так сложилось, что моя тактика была в том, что я ходил по домам, по квартирам, стучал, говорил, буду баллотироваться, прошу поддержать. И люди поддержали. Я набрал в районе, наверное, 400 голосов. Ух ты, а где это? Это район институт связи. Улица Опытная, Опытная 4, Опытная 5. Участок, вот. И в районе там авторятного завода. Вот, православные за меня люди. После этого, конечно, когда избрали депутата, у меня была своя программа. Мы ее начали исполнять. Опять же, я говорю мы, потому что я как депутат, ну, это все хорошо. Но персонально, как бы, я могу помогать там, снег, может, кидать самого личного, что-то кого-то подвезти, могу все. Но мы команда. И когда мы что-то делали, мы сделали команду. У нас есть команда депутатов в городе, команда депутатов в районе. Первым делом, что мы сделали, когда в 2014-2015 году у нас были выборы, вот, газовые счетчики были, если помните, на дома. Проблема была в том, что их ставили только на дом. Чем это было плохо? Это было плохо тем, что кто-то жарит пирожки на продажу, а кто-то просто дома пользуется комфортом, обычно, и все. И была некая несправедливость. Оплатят это все по счетчику. И мы добивались у городского совета для того, чтобы поставить счетчики в каждую квартиру. У нас получилось 9 на 5 домов. Из нашего района 5 домов. Это немного. Соглашусь. Безусловно. И в то же время, как бы, какое-то достижение у нас есть. Это то, что мы первое начали делать. Вторые моменты мы занялись детскими площадками на районе. Это район института связи. Мы там поставили две площадки. И одну площадку на половках. У нас тоже депутаты как связь, так и половки. То есть большинство депутатов в Киевском районе ради. И мы работаем на двух кругах. То есть нельзя сказать, что я там только по одному округу работаю. Больше мы стараемся захватить весь Киевский район. Для того, чтобы максимально помочь. Потому что обращения идут с разных округов. И понимаем, что нет рейс. Сказать, вы знаете, до свидания, у вас свой депутат есть. Ну, я так не могу сделать. Детские площадки поставили. Финансирование как происходило? Финансирование было из города. Тогда в свое время был Александр Федорович. Они на балансе города? Да. Отлично. Это правильно. Ну, как бы не было там ни спонсоров, ни за свои деньги. Вот это все было делано за счет финансирования, которое шло с города. Есть понимание, скажем, было понимание с городской властью. За что я очень благодарен. После, безусловно, мы начали заниматься тем, что мы ремонтировали лифты на районе. У нас там есть такой дом, Зинниковская, 36. Там, где живет наш действующий секретарь Шамот Александр. Мы там отремонтировали лифты. Потому что там люди, у которых, к сожалению, не было конечностей. И им было очень сложно добираться на девятый этаж, когда лифт ломается. Лифтовики мне говорили об этом, участке, об этой проблеме. Да, к сожалению, была такая проблема. Вот мы как бы все возможности использовали. Потому что все это люди бесконечностей. Им было просто тяжело добираться. Мы все для этого сделали. Но вопрос решен. Вопрос решен, да. Это отсылка. Немного, к сожалению, два лифта из пяти. Но, опять же, что мы можем в силах районного совета. После этого мы занимались, начали ремонт козырьков. На своем правде также мы отремонтировали. Там было выделить деньги на ремонт крыши. Но, к сожалению, если не ошибаюсь, по улице тоже Зинниковская. Но там был какой-то момент в бюджете перелом в Горсовеке. И нам, к сожалению, не выделили деньги. И пустили на более какое-то другое финансирование. Это когда было? Это было в 2017 году. Какие там были нюансы? По-моему, был передел власти. Что-то в городе менялось. И, к сожалению, у нас просто не получилось. Я правильно понимаю, у вас весь разговор уходит в то, что вам удавалось каким-то образом через своих однопартийцев повлиять на выделение средств именно из городского бюджета. В районе есть какие-то средства? В районе нет никаких средств, мы все на дотации. Дотации это то, что нам выделяет горсовет, для бюджетников, для зарплат, для всего. Власт неполноважения, ну, скажу вам честно, из достижения по районной ради, то, что мы сделали. Мы выделили две квартиры за все время участникам боевых действий, которые умерли, их семьям выделили квартиры. И, конечно же, мы проводим такие праздники, как День района, День Победы. Для ветеранов проводим постоянно. Там суммы небольшие, может быть, 50 тысяч гривен, да, там, я имею в виду на День района, грубо говоря, да. Но в любом случае, конечно, скажут люди о том, что можно выделить там кому-то помощь социальную и все. Но ведь праздники для пенсионеров, для ветеранов, это очень важно. В городе про них просто, мне кажется, забывают. Именно такие мероприятия, как День района, концерт красивый, там разные наши культурные мероприятия, это все очень важно для людей. Поэтому вот то, что мы смотрели. Плюс в этом году Батькевщина наша, да, представители... Стоп! Партию мы договорились без партии. Наша фракция в районе Раде добилась того, чтобы нам выделили День из города на День микрорайона и на День двора. То есть теперь в нашем районе будет, ты понимаешь, День двора. Опять же, суммы там минимальные. А когда? Мы планируем, будем с головной фракцией. Уже на консессии, которая была в среду, только вчера, выделили средства на День района из города. Сообщите мне, пожалуйста, я обязательно подаю, мне это интересно. И именно наша фракция стала инициатором. Такое в городе первый раз длится. Ну, вот мы так вот решили... Как часто к вам избиратели обращаются? По поводу избирателей ситуация очень интересная. Люди обращаются очень часто. Мы стараемся помогать. Хотя консультации. Я стараюсь помогать, скажем, каким-то таким вот делом, да, с помощью, опять же, только местной власти, только нашей партии в представительстве в городе. И в то же время те люди, которые помогаем мы, они к нам ведут как члены партии. Это очень такой нонсенс для меня был, потому что люди видят, что мы работу делаем. Нашу работу, нашу команду, наши достижения какие-то, они к нам ведут. И вот уже последний раз помогли нам на нашем, опять же, институт связи. Там помогли женщине по ремонту подъезда. И она привела еще пять людей, которые стали членами партии. И одна из них, женщина, стала помощником депутата районного совета. Это, ну, для меня это такое, как признание, что, собственно, каких-то таких вот дел, которые мы... Командная заслуга. Да. Вы сказали, что за вас проголосовало около 400 человек. Сколько на вашем округе вообще людей, избирателей, вы не помните, не знаете? На моем округе две с половиной тысячи людей. Две с половиной тысячи. Из них четыреста стали вашими. Да, ну, было же девять партий зашло у нас по районному совету. И получается, что я занял там... Некоторые партии я стал первым, и поэтому зашел на свое округе, на котором... У вас приемная есть где-то, где? Приемная у нас находится на проволок Заячьей 1А, это ПТУ. Ага. Вот. Мы принимаем там первую и третью субботу. Вы говорите, мы. Это кто? Депутаты Киевской районной рады. У нас там депутаты... Вы по очереди там принимаете? Или лично вы? Два депутата там занимаются. Вот я и пивовар. Есть такой депутат, он шел по авторитетному заводу. И для того, чтобы максимально люди могли ходить к нам обоим, мы там двоим сидим, когда на поле людей идет, чтобы мы двоим могли обрабатывать запросы. В том же случае подстрахуют друг друга. Все мы люди понимаем, что бывать не получается. Это, к сожалению. И мы друг друга подстрахуем. Много людей приходит... В среднем, примерно, пять человек за прием. Пять человек за прием. Это немного, признаюсь честно. И в то же время, все от того, что... Мы не можем свою деятельность, кроме как в Фейсбуке, где освещать. У нас нет финансированной выставки реальности, как это есть в городе. У нас нет газеток, там, и тому подобное. Поэтому мы ходим сами с людьми, общаемся по дворам, везде. С помощью, там, опять же, сессий. Пытаемся как-то заявить, что мы депутаты, мы не ховаемся. Мы есть на округе, мы работаем. Приходите, пожалуйста, и обращайтесь. И таким образом получается. В первых годах, к сожалению, приходило там один-два человека. В первых годах депутатства. А вот с какими вопросами к вам обращаются избиратели? Часто ли бывают такие вопросы, что они вообще не входят в вашу компетенцию? Очень часто. Вопросы для меня самые больные, это вопросы социальной помощи, материальной помощи. Когда приходят люди с инвалидами, приходят тем, кому нужна помощь на операцию, на все. Пожалуйста, выделите деньги. Ну, свои деньги как бы мы не можем выделить, потому что там суммы такие, там сотни тысяч ривен. А город, Абрич Кославик, город, пишите заявление на имя там секретаря, мэра, и ваш запад будет рассматриваться. Мне очень обидно, что мы не можем это делать, потому что люди бывают с таким вопросом приходят, где просто, ну, слезы на глазах от того, что я вижу. Это один из вопросов, которые есть. Плюс там глобальный вопрос, ремонт там целых магистралей, грубо говоря, там центральных улиц. Но, к сожалению, мы тоже на это не имеем никакого влияния. Опять только через депутата горсовета. Ну, а там уже свои там рокировки, вот как они делают. Понятно. Имеете еще что-то сказать сегодня? Вы знаете, хотелось бы сказать, что ситуация по перевозкам. Все равно возвращаемся к перевозкам. Давайте попробуем. Знаете, да. Скажу вам честно, что меня очень сильно устроила как перевозчики, так и городская власть. Городская власть, к сожалению, с прошлого года не решила вопрос по коммунальному транспорту, как обещала. А почему перевозчики в том году согласились на 4 ремня? Потому что они понимают, что если купят коммунальный транспорт, с рынка их уберут. Безусловно, они дали слабинку, сказали, окей, все, они ждали. Видя, что городская власть ничего не сделала в этом направлении, ничего. И, конечно же, они решили такой вот страйк устроиться, сделать, потому что понимают, что ничего не было сделано, чтобы их убрать с рынка. И таким образом они просто взяли и устроили страйк. Чем сделали коллапс в Полтаве. Поэтому здесь я вину вижу и городскую власть, не выполняя никакие обещания, те, что обещали делать для жителей, и перевозчиков. Потому что так резко обрубить все, просто наплевать на сотни тысяч жителей Полтавы. Я не хочу говорить, что перевозчики неправы, точнее правы, или они в чем-то не виноваты. Перевозчики виноваты, они не правы, это мое мнение. Но самое страшное то, что на сегодняшний момент, и в подтверждении ваших слов, власть показала то, что она не на стороне людей. То есть наврали, наобещали очень много всего хорошего, но в результате за это время ничего не сделали. На сегодняшний момент, сегодня, 16 мая 2019 года, ровно полгода как бы совершился Сентябрьский переворот. И что мы, точнее полгода, 9 месяцев, 9 месяцев, за это время ребенок рождается. И, к сожалению, власть показала свою какую-то некомпетентность. Я это назову так. То они обещали перевозчикам, давайте до выборов, то давайте теперь до парламентских выборов, это все не разговор, это не есть диалог. И, к сожалению, власть совместно с перевозчиками, если взять весы справедливости, власть вместе с перевозчиками сели в одну чашу и перетянули все вниз. И порядка 290 тысяч населения Полтавы оказались заложниками некомпетентности обеих сторон. Ну, у вас все? Да, спасибо большое. Значит, почему я сегодня все-таки решил с Вадимом вас познакомить? Я вам отвечу. Человек высокообразованный, ни одно у него образование высшее. В дальнейшем я прошу Вадима встречаться со мной. Почему? Потому что я считаю, что к власти должны приходить люди с образованием и понимающие предмет разговора. Я понимаю, что Вадим знает, о чем говорит. И в дальнейшем я буду стараться вас знакомить именно только с теми людьми, которые знают, о чем говорят, а не с теми, кто лишь бы устроить какой-то голова. Нам это неинтересно, хватит, натерпелись. Удачи. Спасибо огромное.